так он себя дал вести все хорошо что парни всех пресса на стриме машине пара по он за всех рад видеть так сейчас нам еще немножко подружим и начнем аналитику вот я уже вчера написал в вк в групп то что решил вести новую рассказать рубрику на стриме чтобы вам было интересно не было интересно будем разбирать олимпиад мувики танков с фрешек из птс будем чекать их ошибки будем в принципе на обработку я внимание обращать не будет я буду обращать внимание индивидуально на скилл то есть по сути поэтому на обработку не будет пофиг и на в принципе музыкальное сопровождение главное для меня будет критерий это собственно скилл оппонента и его противники в игре он думаю не буду я так сказать многословно поехали перейдем сразу к делу так это файл первого со 40 на пене сюда можно забивать на на одной иконе на втором принципе нет смысла заряжаться потому что пока вы будете заряжаться он вас от конца лет он вас и дпс ты в принципе вас будет меньше шансов поэтому в принципе да все верно на опене можно принципе забивать забивать мангов на одной иконе да еще да и вперед авто атакой вот потому что мало ли мы будем заряжаться на опене он он даст канцл помимо канцла он может прикинуть дебафы и если на вас заходит фирт сразу ггг поэтому если мы подняемся на опене против нога практически за любого танка кроме хк мы должны давить их дпс не стоять у себя в будке должен давить во вкус если он стоит у себя в будке у нас есть время зарядиться вот мы само собой заряжаемся ломаем у лицо ку пришел забыть в мозге привет . привет что проследует подряд подсюда в принципе бы и но пение просмотров это все до фолдом тут нет тут нет ничего сложного при этом дата саи пойму как он дал феникса похоже маг сейчас дпс дпс феникса не они они его так это флешка да он дпс феникса на самом деле дпс в принципе хорошая по сути если ты забрал но пи феникса и пал на одной комитете шанс его дпс пережить дайте next канцел в принципе у тебя шанс с детям иконы посвятительному икон снимаешь что ты бин дефолт привет саня микс мув давай мы посмотрим против скота помню этого мага довольно таки неплохой мистик news с этим фасом очень много раз на кирмиша но типа дефолтный мэн дает канцел бегает вот я только не понимаю одного по сути вот я стараюсь играть на это арене допустим умение то лиги с это я понимаю то что на на одной иконе тем более ворпл хавис эти будет за дпс и довольно-таки сложно плюс что сет по сути они прямо перв почему но я делал ворпл а не марай сет тебя нет стойте да даже был самого начала в ворпл по сути смотрите я бы изначально бы выходил в моросете потому что там идет атак спид и в принципе довольно таки неплохой показатель астер то считается самый оптимальный сайт для танков вот потому что ворпл вас особо в дпс не будет так как ворпл в основном вязается для быстро хп и для скорости по сути я бы изначально выходил бы моросете а уже потом если не снимала снимали бы икону я бы уже одевал бы в ворпл сет потому что уже будет без иконы да догнать очень сложные попросту будет идти бой с аренжес лука и нам этого дпс не хватит поэтому там уже в коз бы лучше бы он надел ворпл не понимаю почему почему сам начал ворпл и почему давит в дпс и по сути как делаю на этой арене я стараюсь дать у д и бегать вокруг этой колонны стараться заряжаться как как я вижу то что мне уже третье я даю дэм и ломаю лицо но по сути это скримеж я помню эту зарядку ты просто бьешь секунд 30 40 у тебя нет зарядки поэтому мне кажется это была самая оптимальная тактика вообще забить на икону в принципе вторую икону вторую в принципе заряжать только наверно против самонеров тех же оверов и монососок по сути он делал делать все верно так как это условие скримеж я играл на этом сервере я понимаю почему так давит в принципе и если вы играете на дефолтной яви или либо на птс типа если на птс допустим low boost у вашего оппонента и в принципе у вас или даже миндал то можно давить и на одной коне на этой арене но если с это от 6 и выше допустим как на фрешках то лучше пытаться заряжаться на 2 иконы дпс пробую без паузы комментировать ему самого чуть тише я без паузы не могу комментировать это очень быстро я буду сбиваться и проще привет разум стримит одни чили ксс это плохо привет разум вот чем не еще нравятся с кеме что что-то на скриме шея была бесплатно этого бежа там просто root заходил на ура а чё заходил на ура это просто колоссальный удовольствие на самом деле в принципе да я даже теперь понимаю почему он играет через одну икону даже пофиг на 2 икону он скорее всего отдел 2 сережки на рут и пытается вот так дпс и рут кидать а вкус таким рутом как видите 2 из 2 в принципе за дпс довольно таки несложно хотя как мы видим это канцелл первый же канцелл а мама снял мой кон там был доник сложен в принципе дпс уже упал главное то что феникс живой в принципе если он бы его убил боже феникса то-то был бы гг потому что дпс бы не хватило откатить и безвы вам уже не смог вот как я кайфую дпс на скринчат магов на скраде на на скради вообще какая тактика у большинства магов они дают просвет и тебя вдву выдупива ты мне ходил от не можешь такое это тут нужно думать как и на птс и ты даешь канцелл ты бегаешь даешь флешку ты думаешь они то что как на скраде ты лишь просвет и башишь танков 2d и он отлетает раз скачал твой патч в они пару без полонца ничего такого кроме всех всех черных раз интерфейса иконки просвета зарядки да ты не видел если были там что есть там есть почему там измененные интерфейс это текстуры черные макрос занимается над головой поменялась зарядок и цветной систем чат плюс ум не знаете я потом чат я потом тот пачки чекну после стрима возможно там что-то это ребята тоже будет после стрима на отвагает нам чекнуть мурик по что они пасе они еще на скради но да это сам нервов пытается на третий кону зарядиться будет играть через зомбир и потому что играть через дам опасного можно убиться обрефлять по сути часто сносится послуха дефолтные бои как он как-то ликонцы послуха сносит можно же одевать одевать бланк вручный чтобы чтобы убиваться меньше в рефлект по сути все делать верно ко мне нет никаких так сказать нареканий до пассе слуха пока и столица по сути пока есть вообще по сути даже если вы цепи снесли и знаете то что самодер на full рефлексе это что на пете есть слезть тел принципе можно бить с лука до той поры пока у пета в принципе не упадет слезть тел вот уже потом одевать банк чтобы убиваться меньше вот потому что если мы допустим день и если мы сносим цепа деваем бланк не факт то что мы не будем убиваться не факт то что нам хватит его дпс либо можно играть по 2 тактика на более сложнее постараться быстро зарядиться в принципе слиться на лоха пыль либо не сливаться при наличии леги лайцета дать по фасту рут пету агар если заходят 2-3 крита по сути у пета опускается хп пол меньше 50 процентов тем самым оппонент хозяина самонера он дается листил на пета после того как у нас уже падать слезил по сути вам остается дать 2-3 крита и это ваш бой потому что там же ты поводница если вы дадите 2-3 крита принципе это такие дефолтные бои на исключающий был кафе туда просто можно было бы на чем душишь с манер в 30 секунд да я помню там и арчером я сам там на 40 время троне файлс также помню тут там был убивали к нам это же есть где-то free патчик для тыкалки лесов free патчу думаю есть на сайте raw pro там достаточно много патча падал 2 думать там точно дешево который можно ластыкать по сути кстати ребят также если вы самонеры не убиваете за 2 иконы это бывает больше большинстве случаев если против асорома самонер там уже упирается бой в дпс принципе ваша главная задача это не дать феникса старается его килить принципе после того как допустим если вы за 2 иконы не убили самонера на моем месте на вашем месте я бы снимал боберсов это раз во вторых если на вашем сервере можно баскать феникса по воротам мы выделяем ворота и пускаем его по воротам тем самым его будет сэвить легче и чаще стараемся агрессия самонера так то так как он будет играть агрессивно и в большинстве случаях будет пытаться убить вашего пета вот в принципе главное вообще правило это ставить феникса и в д не жалите в конце выйти на 2 иконы боеваш все по дпс есть в группе патча sounds life можешь восхищать возможно то можно его словить либо можешь взять за основу дефолт интерфейс со скрыт там тоже можно было стыкать в просто выбираешь лос нужно делать на автомате магиаде где конки клана в чате и и все форме у нас в смысле сейчас на стриме чата вообще что ли нету и или как если туда я потом его пофикшу эксцентрика денис но это фейк я думаю я веру сути да тут наград депо у тебя есть время чтобы зарядиться ты зарядился но я не понимаю почему он играет вор поля да это буст хп буст скорость на почему не марай он в принципе можно и так но я бы играл бы в марае потому что скорости был бы и так хватало самом деле то что тут ему бегал это что from был без удая вот он играл опасно тянем было зеркало в принципе все все на из все все просчитано я не знаю разум почему эти нету значит коллеги без без понятия оранге у меня убираться никак не могут за куда тут так же давит на одной коне в принципе да уже имели делать сайт да и ждем и давишь на однокомнике до паса вполне хватает на это арене просвет пошел на щит вот видите мак под просветом кальчат хиляются потому что знают если будет стоять спалом блять он просто отлетит а на скрэйде я это буду наверно повторять 1 точно не на стриме то что на скрэйде наша магия блять и из-за просвет им похуй они будут стоять они тебе дадут две тысячи то хуешь ты либо умрешь ли были бы либо тебе будет плохо пойти процекайтесь чтобы отхиляться потом вот и луна из задавил дпс им красиво что вчера стрима отрубился это мой парни интернет ребят а для тех кто не смотрит на ютубе ставим лайк если вам нравится такая новая рубрика на стриме то что мы оцениваем олимпиад мамики танков с фрешек из птс и это буду стараться делать каждый стрим за 30 минут до олимпа ну если есть когда понятно что надевает варплс хэйвисет так как там идет нариск к слипу круто дефолт он весь ему тумфора и будет стоять по кд в стане у него блин он просто стал сливе на 1 минуту не смог зарядиться кстати заметьте он ни одно уд не потратил я на самом деле стараюсь тратить л.д. в большинстве случаев отойдет патчу до чтобы быстрее зарядиться об этом яуды не жалеем в принципе на птс я я смотрел тактики танков они там у дп почему-то жалеют не знаю почему я привык давать у дзвуду до сразу чтобы по фасту заряжаться лакайда нет почему просто челик очень хорошо контролил свой класс и как ты сам знаешь там были все арчеры апнуты на на 25 вроде процентов либо на 15 плюс там у них был уменьшен откат скиллов типа веера и дэдшота из-за этого не были так сказать такой имбой жесткой но в принципе дефолт на удэшки дпс от не зашат комментировать снова с шешкой стоять в слипе ласки ремонт вспоминает из кирмаш который за феникса по сути час просто и остается давить сути тут можно давить потом кальтеть либо давить и есть варианту что он вас зарядит но в большинстве случаев если против вас на ровно шея на это арене в принципе если он вам уже отразил феникса в принципе составить на сей рефлект но как только виду что старая будь себя уфать рефлект чтобы вас не зарядить потому что его главная задача на это арене постараться как меньше получить дпс за одну икону если он уже феникс отразил вот потому что на это арене в принципе упала есть все шансы в откате он просто делает пару ударов по нему и кайтит так как уже и нету бвв в принципе откатить довольно таки легко да укол довольно таки быстрый если вот он надел тв беженый рут можете внимание просить чтобы его рутать чаще потому что если мы даем рут там сидит на 5-7 за эти 5 секунд можно про это пояснилось все таки тут и ваша ешка зарядила он надел блант 2-3 крыта и челик отлетел снова с ешкой снова слип боже этот слип на скремешей как как если вам помню горел постоянно сейчас один телеки голоса да и будут простите дпс а гордо пас а гордо пас а гордо пас а гордо автотака масса графа атака дефолтные бои в принципе у вас пока две иконы там больше езжать ничего не надо надеваем консал тегер пока я встретил чтобы консалить дали снова блант ух уж это слип парня по сути вот заметьте за эти две иконы и его не допасил ешка играл пассивно если бы ешка выиграл агрессивно она вывода пасил и фромб уже бодал в минимум одно а то и 2 воды но фактом то что я играл пассивно хилялась боялась так сказать играть агрессивно потому что она могла откинться в легкую теперь у фрома есть упала есть преимущество у него есть 4 да теперь главное 4 да да не грамотно растянуть на весь бой чтобы впоследствии если на нас будет метка которые нам хил почти так сказать режет где-то на 90 процентов чтобы у нас было удэ в ответ на это поэтому в принципе пока бой на стороне павла по дпс он выигрывает теперь главное дать грамотно удэ и все поэтому на феникса в принципе же похуй склеить в очередь по 3 с феникса я больше чем уверен на пошел раз феникса заходит метка он дает сразу вот это удай катиста сиделся все правильно эти заметьте он одевает пушку рарну на кумен что тоже очень важно тут дефолт бегает из будки в будку даже одел робот чтобы быстрее к оставаться он теперь увеличила маг прокастным самым чтобы быстрее касается по спасуте ему сейчас ему сейчас остается что делать бегать из стороны в сторону терпеть хиляться давать сюда вовремя все чтобы подметкой не откинуться потому что если ты будешь стоять на месте ты просто откинься у тебя не будет хила нормально это еще хорошо то что тут пашут макросы как на птс если мы берем условия с скрага ты ловишь метку грубо говоря в большинстве случаев получаешь пизды потому что идет когда сакры ты не можешь нормальный хиляться бегать нормально ну плюс типа я помню ты дпс нюков на скраге тоже такое на самом деле нет почему я с киримов так раньше не не любил только сейчас понимаю то что это был пиздец сервера конечно конечно со своим так сказать балансом но в большинстве случаев если сравнивать со фрейдом был птс в скобочках да в принципе уже спала метка можно уже дети или делать цель почему в равене я не понимаю чем в арбиве от трещина ошибка 3 маленькая вот уже дел или делать сайт у дожки да пасет на это мы тобой палопа дпс сейчас в будку побежит остался кон 30 будет стать в будке как ешь кота как не упадет даст зеркало там 23 скилла и все по сути бой пал по дпс вот и кстати еще дп на самом деле сохранил что тоже очень грамотная почему-то дп трачу чуть ли не самом начале боя объясню почему потому что как правило на фришках против меня все монососки почему-то играют слишком агрессивно и мне приходится давать дп и прочую дожки а тут на скримише как мы видим как конкретно в этом бою ешка играл пассивно тем самому фром еще был дп и зеркало что грубо говоря это залог победы если у вас еще есть в конце дп то очень можно но я как правило трачу дп вначале и в принципе собой так сказать сильные разницы не ощущаю сказать сейчас будет четкий трек а берс кинрэ на удашка заряд нету зарядки целесил отлично сути на момент рефлекта пока ты был в ссылке я бы дал дэм но можно в принципе без дэма обойтись кстати я не знаю почему у кинрэн уже был хп ну да это был до самого начала мне хоть интересно он играет на этой арене через фул дэм или через все-таки уклонение как правило на этой арене берс игра через фул уклонение видя то что упало 2 икон они катят вот и начинаете только дпс в тот момент пока у тебя спали иконы пытается бить твой феникса чтобы ты впоследствии впоследствии не смог зарядиться на вторую икону вот тут как тут как я понял совершенно иная ситуация тут играет кинрэн более агрессивно хотя как правило берсен на данной арене играет пассивно с его чтобы так сказать снять эти заветный птс так как для бирсов считается палата антипрофа своего рода дам даже не кайтистов для иконы тебя сейчас на самом деле почему подсюда еще не дает на самом деле сейчас уже фс идет видите уже пошел раш по 700 это феникс и 300 у него клинцы или клинц с клинцом поздал дал почти тоже поздно на самом деле я бы как только видела от него фс либо как только не попала целистия увидим их и попал я по сути кастую пати да сразу потому что знаю то что гороскре все может стать играть агрессивно под фресами под указок а по сути также главное на законтролить указал к потому что как правило палы пространство 90 любят то без план то и попросту забы забывает про лук и про то то что у бирсов есть указал к если ты будешь бить в тупую зажимать f1 там допустим олега сети с ватом ты просто убиваешься об указал к и все это будет как это будет мир здесь птс потом как только мы видим указал к смотрим внимательно не тупо жмем и фоне не тупо жмем авто атаку а думаем то что бирс может дать указал к и мы должны одеть вовремя лук и дать там удэ вовремя если мы получаем слишком большой дпс и тираж сам зашел кстати раш по 10 но это нормально себя тут кстати он сделал все очень граммно так могут немногие только палопер которые на опыте большинство просто пал в этот момент паникуют минимум те же новички вот то есть он сейчас снимет икону первую вторую будет хиляться диван прессингом интересно с ними бирса линия в бирса не стану там стал секунд сети да все право то это был момент красивой хотя отдал феникса вот самом деле печально я стараюсь все-таки как можно дольше кстати все высотер тоже такая тема так сказать заезженная грамматом тиры убить на самом деле очень сложно как минимум на этой арене потому что как правило на этой арене делают против себя флуя у них у них у них идет у я раса сталика 2 это слс 3 это заяц и 4 у них можно стоять в даггере еще по стимуе то есть прям вообще ты по нему хоть попадешь и как правило на этой арене тир должен наказывать палом потому что он грубо говоря качество пока у тебя две иконы пытается время от времени дпс твоего феникса чтобы ты уже так сказать был без феникса чтобы ты опять же впоследствии не смог зарядиться но что-то как правило если ты даешь на этой арене феникса тебе пиздеца тира он тебя никак не зарядит и ты будешь получать овербольшой дпс поэтому на этой арене главное вместе знаем то что тиры играют через флуе мы даем изначально уд заряжаемся феникса кастуем гайденс это лс также в идеале если у вас есть слот под талик одеваем желтый талик на точность и также имеем рарно лук на точность в котором еще есть плюс 2 плюс 4 точности тем самым мы увеличим шанс попадания по тиру в принципе дефолтный бегаем за ним если у вас есть леггейлайтсет идем леггейлайтсет дпсм с лука первые две иконы пока не есть вот и потом главное стараемся сэйв свои феникса чтобы впоследствии опять же зазарядиться вот в принципе все те на самом деле пока вот видите у этого палу формате это фрэнтеза по сути он делает правильно видите даже завязал форситюд тоггл чтобы мало ли если тиры будут играть агрессивно мало ему это резко захочется сделать и может у вас зарашить если вы будете без форситюд и без фрэнтеза просто получите раши и просто от этого дпс будете в шоке но я бы на месте фрома если допустим я бы тоже бы в коз бы и зал бы тоггл на форситюд тоже скорее всего боди вал бы ворву потому что в дистину мы бы просто бы не успевали бы нормально бегать и в него стрелять и я бы наверное вместе фрома одевал бы все-таки волкас так как там идет бустоп атаки немножко больше тем самым если мы по ним поводам мы сносим ему немного больше на 200-400 это на самом деле очень важно потому что там идет расчет дпс в конце эти 200-400 уроны с валиком они вам могут спасти файт и вы будете в плюсе там на плюс 5-20 птс поэтому про валика то есть тоже не за низу незабываемый вкус если он у вас есть если это вкус эти вам фрэнтезу вот и кстати здесь по сути если вы видите то что тир бегает здесь где арена простреливается можно принципе быть в десятина вот а если бегать там то вкус нужно одевать варпл на тир старается убить видите феникса на самом деле форма снял довольно таки неплохое количество хп за две иконы вот это очень-очень хорошие показатели у меня обычно на схраде я допустим вот те кто был вчера на стриме вчера у меня был бой с тиром на фонтане ему за две иконы снялся по еле-еле вот поэтому это все рандом на попадание слишком антонно парни но я стараюсь поделиться с вами своими знаниями да это монтонно но как могу так и рассказываю сорянный если если очень скучно я думаю те кто реально истинный фанат танков им этот им это инфра информация кстати либо же если вы хотите научиться олимпе цепала думаю вам эта информация тоже не будет лишней на дает венгу дает бусс морали нормально в принципе сейчас наверно баф нет рефлект и принципе можно постараться зарядиться пета но по сути под бусс моральки под фоум иконы я бы его не допустил я обижал отката вторая иконы точнее 1 кона чтобы впоследствии выйти на двух иконах он богат но богат и такой то что вы ловите раж именно сфере самым остается сейчас катите воду поделать все верно но это в ответ т.п. по сути скорее всего еще забудет макрос на слив чтобы потом выйти на первую икону давить и он бы твоя бтб снимать и за час будет макрос скорее всего до пошел слив пошел по пошел до паспорта ли ты сейчас будет авто так опору на счастье все верно все все красиво мы кстати вас арба тоже были очень плотные бои на скринша как правило витя арба тоже катит ваши две иконы и бывает дп сет и если есть такой вариант витя уже упал мин минус феникс что на самом деле очень печально потому что в последствии он не сможет за зарядиться на вторую икону на первом то может слиться а вот на второй нет хорошо парня с буду стараться выдыхать вейп не так часто на принципе как как мы видим то что у фрома идет лс на точность тем самым чтобы чаще попадать паре потому что про ларба на это рингелт фуе против танков чтобы мы по нему подали меньше путем дальше сейчас уже минус иконы идут в ответ удашки а стараться стараться дать франс лука по сути сейчас как падают туда он просто будет бегать вокруг столба чтобы постараться не получать дпс да вот так вот в принципе делает видим то что 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 же остается секунд 15 до иконы скорее всего будет кстати видим то что ошибка была арба в том то что она его зарядила на вторую икону не знаю почему по сути если бы она бы его не зарядила бы на одной иконе много бы дпс не внес а тем самым то что она его сейчас зарядила на вторую икону сейчас красиво сделать макрос на слив и он несет больше импакта в дпс привет мартик кстати заметьте он вместо вместо того чтобы дпс намыкаете это самом деле тоже та тактика рабочим только в том если вы уверены то что дпс на вашей стороне если нет то нужно играть агрессивно нужно дпс так и в кост можно каятись стоит лизать корни атака нас играете в смысле рут сейчас проходимости там почти 0-0 потому что скорее всего ты не имеешь колец того же оля кай и боема принципе 23-27 ты имеешь в наличии одном кольцо то и за эти рутовка стоит без сомнения потому что основная дпс вот такая-то банка и надо басит за счет агро и юзание двух двух скилов это 6 плюс трибунал потом играть через рот против того же мага и в принципе классов других нужно потому что правило допустим ровно мага если он ровно будет просто канцель бегать и играть так сказать пассивно агрессивно и без рута ты его не сможешь в хп просадить поэтому да если тебя рут точеный если есть кольца отвечай на твой вопрос и за эти рут нужно обязательно сто процентов также после канцела не забываем ребафаться что тоже очень важно потому что если вы просто будете тупо за ним бегать и не ребафаться впоследствии вы будете почти без бафов и его ничего не сделать он вас просто так сказать накажет потом у руту и за эти затыка нужно сто процентов при наличии точеного рута и при наличии колец само собой пошел варкрай точно кстати трансфером одна из моих любимых но это шикар вообще будет вкусно это кстати и яшка самом деле портфелье но пене у вас есть только два варианта как видите он дал варкрай портфелье пешка правил яшка вас никогда ног не не зарядит там идет бой с рэнджи слуха поэтому вопрос скидать хекс агара и автотака слуха дефолт пошло уда от ешки до фраме и чуть поканцелил в принципе то по сути но пене просто идет бой с рэнджи слуха ваша главная задача за ним бегать пока вас есть удочки пока вас есть мп играть через хекс ага рут и по возможности если у вас есть его сережка кидайте время от времени анчор вы станете если он идет на вас на на сближение рут из-за в любом случае рут оптимальная вещь сама свой глаз рут нужно вязать так пошел флекс пошел глаз принципе играет пошел форсит сейчас вот тот 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 он уже дал дел к солдой игры снимать канцелом бафы пока тот подсветил все все делать верно по сути может учет давать анчара он же дал до автотака трибунал шест-трек автотака пошла водой кстати видите по сути за зашка если вы уходите простим глада бы и на самом деле потом все описываю все пресса варенна главное это вовремя давать водой против гладов потому что ровно глад вас может просто бить с двух массов либо стс поэтому ты никогда не жалим и чекаем когда глад играет агрессивно как правило вы должны дать ему тот играть агрессивно в самом начале я стараюсь как делать я даю тот даю патюдой стараюсь его допасть и пока у меня есть патюдой я стараюсь ему снести как можно больше хп тем самым чтобы потом не было добить легче потому что он же будет играть агрессивно вот так же и если он дает фэс мы само собой к этим вот они тупо выдаст им потому что он забьет и у нас мы типа шика у нас нету селф-хила как у палата сакры тоже у нас есть только обычный эластный хил вот привет рут очень спасибо теперь надо на твиче зарегаться чтобы посмотреть и учиться пожалуйста вот хоть я дрался на скридик 70 с карита самому там играет тоже на глади и с ним интересно разум вот потом тоже дал так сказать пару раз лили карита сум который со скримша думаю он меня узнал вышли был по своим манейкам все как видим в этот тоже доходным боем from использовал собаку зарядился в принципе дпс от сделать все верно правда почему нашелку по новой не рыбав это она там дает плюс 20 там как этот этом критроид и прочему я бы после 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 того как вы даете сос еще бы шука баре бафал эти зашелку не убил теперь остается просто хиляться давать у дашьки стараться вот так дпс из лука ведь и фикс фикс автотака фикс автотака и фс тем самым просаживается это я понимаю дпс хорошие нас поверьте парнем на скриде если вы не убили допустим того же фс а за шелку вам пиздец какой бы у вас буст не был тут и два варианта либо вас фс забит костью за два-три нюка вот либо попросту вы и вам будете допустить по 300 400 тоже ничего не сделать поэтому если вы за шелками не убили нас кредит из манера можно делать спокойный релок так как впоследствии скорее всего после шелки они убивают вашего пса и повторно вы уже никак не сможете зарядиться да на их связи с этим годом я дрался с грек кудом его убивал пока да как как бы это честно мне звучало угла довольно таки неплохо я бы не сказал то что андольники такой жесткие привет power life парни те кто на и тубе ставим лайки ваш лаки помогать данному стриму будь в топе и ставим лайки если вам реально заходит такой контент и вы хотите такого контента больше в вк в моей группе под моим последний посту можете в принципе скидывать олимпиад мульки за танков эти моряки которыми в принципе понравится ну как понравится если он будет более-менее юзабильный для просмотра то я буду смотреть потом можете флавис на мою вк группу скидывать ваши олимпиад мульки под под постом и я буду чекать и в принципе на стриме будем делать разбор алимпиад мульки помимо пола я говорю вы можете скидывать такая шика и хака я буду делать разбор четырех танков главные критерии то что чтобы мувик было более-менее качественной в плане боев и желательно чтобы это было либо фришка там принципе была основная за . там 6 10 либо pts поэтому в принципе будем делать разбор прессим давосовер то по сути он так же как и с весом мы заряжаемся даем дымом дпс и нужно принципе и сыграть и через в м хотя с си мы дадим в м не факт что нам дпс хватит пашечка правило на скринш в том же там убить внезапно это было довольно-таки плотная плотная идея кстати вот главное вообще критерии смотрите главное правило когда мы попадаемся против хака вкус все и прятаться в арену если арена закрыта если мы видим то что хака играть пассивной играть пассивно то вообще как если он стоит у себя будки и пытается заряжаться то мы тоже стараемся а феникса зарядиться даем икону после того как мы зарядились даем дм и самое главное правило я уже об этом горелство раз между просто месяц смотрите боепалов высадашки и у них нет вообще понимания как драться вот если мы так сказать успешно зарядились на если мы же бегом на 2 конх и даже на одной главная задача это не поймать тот в первые две иконы объясню почему потому что если мы не ловим тот в первые две иконы то есть это где-то секунд 90 файта то за весь бой мы только получим три то да если хака под рефрешем как правило грамотный хака и за это рефреш чтобы давать как можно больше крашеров вот поэтому первый главный критерий это постараться как можно быстрее зарядиться если есть такая возможность если это похуй наша идет дальнейшем задача это мы убиваем пантеру и главное не получить тот за две иконы все финанси бой скорее всего наш ну и впоследствии самое свое главное не зарядиться и все стоит ли против магов надевать бельефа места конья то что это не особо рентабельно против магов если у вас на будет вместе флопик лучше иззать воля каплю спаем самая самая оптимальная связка на любом танке этот бельеф он вам ничего не даст бельефа принципе можно из из одевать против это против ежек против попавших кори шишек если у вас висит крест и вы получаете уфер бачу тпс то тогда вкус и есть смысл и заряди бельефа даже я знаю что пал убивать даст лука ну вот они сильно критично бафать пд в последнем против азб как как по мнению это объясню почему потому что ну и как правило ровная слб независимо от арена от арена делать против вас флой ей почему в принципе баф маджестия поддав просто все пасы на спрашиваю почему ты бафаешь маджестия вперед объясняю маджестия хоть и увеличивает поддав но он режет довольно таки приличное уклонение тем самым если слб стилит с вас маджестия он себе режет уклонение как правило против ровного слб процентов 90 бой идет слуга и тем самым если он стилит с вас маджестия то мы чаще по ним попадаем тем самым у нас повышается шанс его убить поэтому баф им смело маджестия но главное не бафаем дефлектор а у ляка боль был у ляка до у ляка лучшая кайза прироста к роду то есть у обычного к 20 процентов поляка 30 процентов поэтому если у тебя есть выбор между у ляка и а к используя у ляка вот его можно им использовать в связке у ляка плюс а к либо у ляка плюс боем лучше сама собой у ляка плюс батну тут и прятав твой босс ну если у тебя есть и вариант взять либо обычная к либо у ляка за и у ляка так как вязать обычно к на танке но то фу я понял сами раз мог на еще залегаться лицев лице бакс так отдал пета хорошо хиляется бегает этот бой стран же особо вплотную не дерется чтобы меньше убиваться об эффект что вы его не не заряжать как мы видим х к тем самым его конце ли ты проще по сути сейчас скорее всего цифром снова сливаться дает мк сейчас его забавит само собой также против танков не забываем бою про тоглу тоже что очень важно разум до маджести режду ворот спасибо за подписку иди дпс по дуды сейчас будет скрыть удача от пошел снова слив на макрос 5 очень полезная вещь сейчас красиво там воду послу какая-то дефолт всего за подписку ребят на фрам играл хорошо бы оба это вы софи не пара полнеза в свое оправдание я могу сказать то что во первых я не знал короче такой схеме то что допустим во время того как я пытаюсь зарядиться и если меня агрет если в тупую клику авто атаку время зарядки меня горят то я буду агриться на шка я про это не знал и по сути на скринша была зарядка очень убогая вот поэтому да и в принципе это бой наверно был самый худший секс который мы дрались фромом когда он был на шка вот потому с моей стороны это был бой очень плохой на меня тут не смотрите смотрим на тактику шка против пола на дарине от фрома сути я вообще играю как я даю тот первым делом и строить давать сразу подсюда либо фенгу потому что как правило пола играет агрессивно пытается мне убить как можно быстрее вот поэтому в тот момент после то да это сразу д муж узнать то что мне будет дпс лететь наверно в процентах 90 случаях и он у меня впоследствии заряжает на шелку я еду шелку принципе там уже даю ему людей 2 как даю людей как минимум я стараюсь убить феникса чтобы впоследствии он не смог зарядиться в принципе главная задача за шка против палов если вам позволяет арена если это арена для кайта те же горгоргулья либо через столба мы дпс им только в тот момент пока есть шелка как у нас нет шелки мы стараемся вести бой с ренжи и займ хекс всякие там дебаффа типа хекс по хекс по power break пенс лука и бьем с ренжи до той поры пока у нас шелка нет качества то есть в основном это по симка и шелка потом к этим потом сама допустим и прочее думаю суть в углове ли да а а а а а а а а Ну, парни, я говорю нудно, я говорю монтонно, я с этим поделать ничего не могу Как минимум, и если у вас будет желание, вы потом можете стрим 100 раз его пересмотреть И вникнуть в ту информацию, которую я вам говорю Если у вас, конечно, будет такое желание Поэтому запись стрима будет и на ютубе, и на твиче Вот, поэтому если вы не все с первого раза улавливаете Я понимаю, что это очень сложно уловить Потому что информации очень много Вы сможете потом в любое время стрим по новой чекнуть и все Какие-то для себя, так сказать, оптимальные моменты выделить И понять, что да как я делаю Также советую начинающим танкам стараться свою игру анализировать Это как? Делайте фрапсы Под конец дня, как вы на Липпе, у вас будет вместе 20 фрапсов И вы потом делаете разбор своих ошибок Почему я тут так сыграл, почему так и так Тогда, скажем, разом у вас будет игра улучшаться Поэтому, ребята, фрапсите, если вы начинающий танк Вам так будет играть легче Также старайтесь сидеть с каким-то войсом С тем, как у вас есть опыт игры за танков Вот он вам будет тоже какие-то подсказывать моменты рабочие Разве пал нас не перебьет с лукой, за хилл как минимум Если мы берем файт пал, в СШК нет Если я уже говорил, если арену позадет вам катись Просто в момент, пока у нас не шилка, мы просто бегом и хиляемся И все, по сути, давай самосового не ловим Спасибо за подписываться кулок Сань, сейчас будет олимп Дес нет, дес сейчас уже нет Типа, видите, СШК сделал все правильно Убил моего пятого, это огромный плюс Чтобы я впоследствии не смог на флорикону зарядиться Сейчас у меня просто к концу или это бьет с мяча Он это все чередует Но я бы на месте СШК бил бы у меня не фарпаля, а в марая Видите, он уже одевает марая Делать север Должны ли быть у ХК проблемы с магами? Я думаю, нет Как правило, все просто варено По сути, у ХК могут быть проблемы только, как по мне, на открытой арене Если мы, допустим, берем подтест сервера, где ранджа крашера Ну, прям вообще отличный Канцл соберет 5 бафов То, как правило, ну, в большинстве случаев По моему, по моему, собственно, опыту Я видел очень много боев ХК в Асамаге Я видел этих Это просто колоссальное количество боев в мувиков Как правило, ХК начинает файт с патюдэ, чтобы быстрее зарядиться И они бегают вокруг колонны, чтобы не получать канцл Они стараются в АТВ-ДТ, чтобы вас маг не допустил в курс Если вы дадите патюдэ и будете стоять, он просто вас любит в патюдэ Поэтому, как правило, тактика на патенте Но я и, в принципе, я такая Если арена позволяет вам кайтить, то мы просто кастуем патюдэ Потому что, как правило, ХК выдает основной ДП с крашер И если мы будем играть не через крашер То в большинстве случаев мы могу ничего не сделаем Вот поэтому мы даем патюдэ Стараемся бегать вокруг словов Если мы это можем Стараемся, то есть канцл И как только видим, то что нас третит Там даем по КД в курсовке агро Играем через рот Потому что рот это очень оптимальная вещь за ХК Потому что у ХК есть тот У ХК есть крашер По сути, если мы даем тот крашер и канцл с пантеры Если мы берем ПТС или Ява, где канцл нормально То у магов уже нет почти бафов И он будет рутаться на изи К сути, маг вам ничего не сделает Потому как по мне В большинстве случаев у ХК Проблем с магами под дефолтом быть не может Сань, я не знаю, по-моему, просто Давай так Я его чекну Но, скорее всего, под конец олимп Если у меня интернет не вовнится Я еду из слова Просто ей так Сейчас очень говорю монотон Очень долго Вы же типа воле стартует Хорошо, Сань Если у меня иннет не вовнится То в 9 часов мы чекнем твой мов На ФНИПАРУНЗОВ ИГРАЛ На 100 ДПС Но есть же ФНИПАРНИ Видите, лол Я пишу На так вот Самое, наверное, это Антипрофайл у любого танка Это СЛБ Убить СЛБ-то нужно просто заплатить Не знаю кто Как по мне Люди, которые играют на СЛБ Это отстал и имбецилы Я просто помню На секретном счете, когда я играл Как только я заходил в игру Меня там настолько хуй сосили И ненавидели то, что я как только заходил в игру Как только не видели то, что я делал один бой Допустим, писал челик СЛБ Парни, мол, Ф1 зашел И работяги заходили Был специальный клан, посвященный мне Клан назывался Агенты против Ф1 В этом клане были одни СЛБ И как только я заходил Меня настолько хуй сосили Потому что типа стример Я типа нейм И типа, как правило Челики со СКИРМЕШ Это, ну, бати Которые играют только на СКИРМЕШ И при действии онлайн Как-то пытаются выебываться И если не метал Что это там стример Или какой-то чувак неймовый Не старается его просто Как-то, так сказать Унизить и прочее И как только я делал один бой Просто потом целый клан Меня ловил Учитывая то, что На СКИРМЕШ В среднем из-за малого онлайна Было Ориен 4.6 Просто я регаюсь И, блять Со мной волну вылетает Три слабые Я просто хуйва От этого я жестко на нем горел И я на СКИРМЕШ Очень много потратил нервов И вот От этого У меня просто Остался очень большой негатив К СКИРМЕШ Там мы просто В любое время заходить Там постоянно кто-то срался И прочее Вот И там так Меня ненавидели Боже мой Мама не горюй Вот В принципе Бои Протива слабые А там все опирается в арену Вот Поэтому я даже сейчас Скоро себе Не буду комментировать Главный критерий Заряжаться у вас не получится Почти Ни в каких случаях Не пытайтесь Зарядиться И если слабо Даже Среднего уровня Он вам не даст Зарядиться Поэтому Я бы допустим Место Берса Баффнуло Скорее всего Гайденс Либо Кумен Потому что Это вам очень Пригодится Также Впоследствии Выбираем ЛС И узнаем точно Чтобы чаще попадать Потому что У нас будет только Вариант его бить На одной коне И впоследствии Потом и в кос Если у нас еще будет Какой-то баф Мы выдаем там Всякие удэшки И вот Допустим С лука 90% Времени Против слабо Идет с ренджи Поэтому Главный критерий Это Ребафаться По возможности После стила Не отдаем Феникса И ДПС Как можно чаще Бьем с лука В деле Имеем лук Опять же Рарный на точность И все Все будет найс Ребафаем Маджести вперед Чтобы он стилил И у него Резалось уклонение Чтобы они чаще попадали Я надеюсь Вы это все уловили Топал Феникс Релакс Пошел Кенрен Видим То что Феникс Сделает свою работу Он старается Ребафаться Видите Время отрывения Получается идти На сбежение Но это опасно Тут как-то Фром удалось Его так сказать Хорошо Продопасть Но сейчас Скоро все будет ЛФ от на тап А нет Сбил Лайфорс Нет Лайфорс Я помню На тапку И прочее Я помню У него было 3 слб И он После того Когда бастим Все прорезал Дал там Ков Лф и прочее Он просто заходит На другого слб Скин ссылку На этот мувик Этого мувика Нет в ютубе Если что Ребят Мувик есть только Единицу пк Этого мувика Вы на ютубе Не найдете Лучше Чекните мой мувик Новый олимпиад Думаю Он вам понравится Ну да Кенрань Берз Довольно-таки Неплохой Я Я тоже сказал Он Ну как минимум Для Брежуев Но он наверное Для меня Он сильный Берз Да Он сильный Он шарит Видите Батайя Сирио Скиремяш Вы без бафов Но Сдаваться не стоит У вас есть феникс У которого есть баф И феникс Будет делать Всю работу За вас Потому что Если вы без бафов Феникс Делает Процентов 70 работ И 20 Процентов Вы делаете С лука Но остальные Процентов 10 Вы стараетесь Мансить Вокруг столбов И баф Отзахильца Сакры Чтобы Так сказать Нет ехать Сейчас бафнет Ментал БТБ Там И прочая Дичь А кстати Ребят Также забыл Одну вещь Также советую По кд Держать Зарядку Феи Вот Скороче По кд Свету Держать Вот эту зарядку На пале Против Манасасов Объясню Почему Потому что Во первых Зарядка Увеличит Вдф И в третьих На третьем уровне Зарядки Насколько я помню Третья зарядка Повши от хил На 10 А то и на 20% Вот Поэтому даже Мы держим По кд Зарядку Против тех же Танков Против Короче Против Любов Мили ДД Держим Зарядку И против Монасасов Тоже Держим Зарядку Это очень Важно Жаль Что у ТК Феникса Нет Это Да Моросвет Вообще Нужен Танку Моросвет Нужен Моросвет Как по мне Это самый Основной Сет Для любого Танка Но если У тебя Есть Возможность Само Собой Лучше Издатель Легиолайт Типа Самый Оптимальный Сет Кстати Как по мне Допустим На арене Закрытой На арене Горгулями Для меня Самая сложная Солба Это девочка Из-за двух Бельков И за Уе На арене С фонтанами И на опене И на арене Четырех Солбах Для меня Сложнее Это слова Мальчики За УД Потому что Типа У Солба Есть УД То по нему Четыпас Никак не можешь Нанести В принципе Одного Белька На этих Аренах Хватает Ну я понял Антипарохи И прочее Кстати Видя нашу Статистику На ютубе Нас 47 человек Ребята Огромное спасибо Тем кто смотрит Меня на Отвече Значит Так сказать Это новая Тенденция Которая Я ввел Она вам нравится Как минимум Если вы тут Находитесь И мне Очень приятно Ребят Также еще раз Повторю Те кто смотрит На ютубе Пожалуйста Поставьте лайк Ваш лайк И помогает Данному стрим Будь в топе А также Те кто Смотрит На отвече Вот вам ссылочка На ютуб Пожалуйста Кому Не впадлу Придите На ютуб Трансляцию Поставьте лайк Ваш лайк И помогает Данному стрим Будь в топе И я так сказать Набираю больше Аудитории И тем самым Челики Видя Заходя в раздел Л2 Видят то что Л2 наша жива И у них есть желание Возможно Делать комп Тем самым Мы так сказать Делаем нашу игру Как сказать Делаем Короче Мы Даем ей шанс На более долго Существование Как вы Подносите К паранойи Чуть не понял Немножко Привет Вася Здорово Завтра На Нет На Батлклаб Я не пойду Я уже Батлклаб Старас Для меня Батлклаб Сер в принципе Неинтересно Объясню почему Ни Из-за сборки Ни Из-за Аудитории Из-за того То что Та сервер Переоткрывается Каждые два месяца Сервер Живет Первый хера А живет Ну почему так мало Он живет Две недели Потому что Все паки Таги Которые идут На батлклаб Им платят Из-за этого Там не может Сформироваться Нормальная аудитория Которая будет Играть Больше двух недель А идти На игру В Продолжительность Две недели Я не вижу смысла Никакого Ну типа Реально Ребят Зачем Играть Две недели Если есть Там Какие-то ПТС Сервера Или тот же Скрайд Который Живет Полгода И год Зачем Накаться На батлклаб Чтобы покрыть Две недели Зачем Вы ничего Там Не добьетесь Кайф И не получите Зачем Я не понимаю Продал Комп Пошел В реал Что я вам советую Рвс Зачем Так он Продал Я помню Часто на твое Стрим Зависал Проще Зачем Ты это Сделал Саша Человек Канал Какая Там Разум Я видел Вчера Твой Мувик Я Таги Оценил Жестко Я уже Поставил Лайк Я видел То что Там нету Декастов Там просто Челек Упирается В столб И ты просто Не видишь Где И он Стреляет Через Геодатум Это Типа Полный Трэш Даже На Эмерланде Такого Не было Понимаете Нет Я понимаю Что это БТ Будут Всякие Фиксы И прочее Но Что ты Угромил С комментов У тебя Под твоим Роликом Какие Фиксы Парни Это Батлклаб Фиксов Априр Быть Не Может Там Каждый Год Они Те Жене Недоработки Я не спорю Они там Что-то Фиксит Но Они Фиксит Это Так Редко И Знаете Такие Ошибки Которые Ну Вообще Типа Не Фиксится За Секунд Тридцать Как бы Это Банально Не Звучало Помню Как Типом Не Заливали Что Покупанные Кланы Это Нормой Такие Кланы Привлекают Онлайн И Создает Интересно Серия Сказал Ему Что Он Все Правильно Скал Так же Как И Собственно Стример Допустим Если Стример Платят По сути Это Хорошо Да Они Видят То Что Вот Допустим Афаин Допустим Мне Платят За Стрим Я Могу Говорить От Открыто В чем Минус Того Что Стример Платят Допустим Допустим Моя Аудитория Видит Что Я Допустим Играю На Комнице Рей Они Будут Там Срежать Мол Оф Один Что За Серег И Прочее Мой Стрим Будет В топе Потому Что Стрим Будет На Главный Вот Это Хорошо Для Админов Идет Пиар Но В чем Минус То Что По Окончанию Зарплаты Когда Мне Перестанут Перестанут Платить Скорее Сего И Потереть Интерес К Сервер Ну Это Мое Мнение Привет Также Извините За Мой Зайкание У меня Зайкание С детства С этой Речью Я Стараюсь Бороться Вот К осени Буду Уходить К Логопеду Стараться Свою Речь Исправлять Привет Оператор Он Картава Подражает Этому Этому Да Ист Так Я Вдумал По типу Рэмтаж Это Новый Астеросик Сем Новый Может Зря Я Это Затеял Не Знаю Что На Астеросия Ну Если С точки Зрения РМТ Возможно Если Тебе Прям Так Сильно Денег Не Хватает То Иди Ну Как По Мнерам Тоби Ват Игру Типа Иди На Астерос Там Сборка Своеобразная Иди Ради РМТ Тоже Смысла Ниже Если В Кост Ты Не Работаешь И Твой Главный Заработок Это РМТ То Иди Привет Рокс Ради Вид На Стримах Кстати Рокс Тот Чели Которые Сейчас Держит Всех Хирос Смонеров На ГК Довольненький Потный Чели Кспати Кроза Не Будет Уже Никогда Хайф Серебра Ради Которого Стоит Крест Крест Ну Разве Что РПГ И Тон Тоже Живет Достаточно Мало На самом деле Сколько Топовых Берсов Нэх С 50 Не знаю Там Вроде Ну На тот Момент Пока я Играл Была Два Берса Хороших И Ты Не Так Жестко Зарикаешь У меня Друг Двух Слов Связь Не Может Пойдем Спасибо Отличный бой Вот эти вставки под музыку Так став Демокрид Отгавник Все таки вставил Ладно Бой был хороший Геймкост уже умер Я не знаю Он умер или нет Насколько я знаю Патти Кроза Оттуда ушла Поэтому мне кажется Какую-либо оппозицию Патти Фишеру Составлять никто не сможет Повод того Он живой геймкост Я не знаю Я был Совсем Недавно На стриме У Верона И На самом деле Онлайн Меня не Впечатлил С той точки зрения То что Допустим Я смотрел Олимп Как правило На Олимпе Достаточно Бывает Колоссальное количество Арен Но в момент Стрима Олимпиады Там было Ну чтобы Вам не соврать Арен 6-8 летало Что очень мало Я Сонимаюсь То что за месяц За два Люди Не смогли Докачаться До третьих прав И очень сонимаюсь Как по мне Онлайн там дико упал И ворваться туда Уже поздно Это опять же Это мое мнение Но может быть Ошибочный Но я бы туда Дабы не врывался С точки зрения Интересной игры И долгой Лучше ждать Какого-нибудь Подтасера Наподобие РПГ-клаба И ворваться туда В ноябре Либо идти Полностью С душой С головой На классе Который Будет жить Вечно Вот Там забавно Забавная заборка Помню На фортестовом ФС У него ФТ 26 Когощи Нормально Стой Это Рокс Тамбло Это был Фейк Или нет Не знаю Фейк Нет Возможно Он Возможно Нет А молис 55 Ну вот Даже Так Видишь Все Дружно Ждем РПГ Хули Что делать Все верно Говоришь Кстати Вот Для меня На Скиримаше Ленингу Отел Был Самый Слб Прям Самый Слб Из всех С которыми Я дрался Поскольку Я играл Для меня Ленингу Отел Был Самый Сложный То есть Это челик Контролит Свой Класс Очень Хорошо Как Минимум Против Танков Если Был Очень Сложно Драться Как Прел А я Мог Убить Один Раз Из Дести Не Больше Там Было Очень Потно Где Фрак Создан То Я Не знаю Где Фрак Создан То Я думаю Еще Будут Нет Он Дант Убивал Я Помню Я Дант Убивал И Он Дант Убивал Кстати Видите Видите О чем Я И Говорил From Место Так Стой Вместо Чего Он Баф А Кстати Он Вместо Майта Баф Баф Гайден В принципе Тоже Идея Довольно Неплохая Но Я бы Наверное Майта Оставлял Я бы Наверное Баф Баф Б Вместо Берса Хотя Спорт Момент На самом Деле Можно Так Можно Можно И Так Старайся Вообще Сяк Это Да Правда На Старайся Эти Фиксы Пиздец Хотя Там Паладин И Без Акро Я знаю Что Там Пало Имба Даже Без Акро Которая Нехилит И Прочее Но Не Знаю На Старайся Своеобразная Заборка Лично Для Меня Старайся Не Л2 Хотя Там Всегда Хорошая Онлайн И Сервис Живет Очень Долгом Допустим Мне Как Среднестатическому Фричнику Врваться На Старайся Это Себя Не Уважать Я Нихуя Не Пойму Я Быстрее От Сборки Сгорю Вот Поэтому Если Вы Играли Всю Жить На Фричках Так Так же Как И Я И Ни Разу Не Играли На Старайся Не Мокайтесь Вы Сгорите Вы Просто Потратите Зря Своё Время Разве Линк Это Данто Точно Я думаю Нет Это Не Он Помню Тебя Называли Покупным Ты Типа Себя Стату Обмен Вкупил Кто Я Или Не Я Или Ты Оператор В 2010 На Шкаты Был Это В смысле Что Линк Играет Думаю Да Возможно Кстати Я Чекал Также Мовик Этого Мерса Короче Дэдзо Мовик Его Мне Очень Понравилось Если оценивать С точки зрения Оппонентов То Если оценить Именно Его Мовик То С точки зрения Мовика Он кажется Самым сильным Слб Среди всех Слб Которые были На скерине Машинота Если оценивать С точки зрения Мовика Вот Типа Мов Вы сами Понимаете Когда Не можешь Ничего Вточить На 5 Типа Рядом Рассет На Плюшна Да Кстати Такой Это Жесть Типа Линк И Данто На Лицо Или Линк Ну Как говорят То Что Линк Намного Сильнее Данто Но Я не знаю Это Для меня Спорный Вопрос Типа Что Данто Что Линк Очень Хорошая Слба Как Кстати Твои В зале Успехи Успехи В зале Нормальные Дефолт Пожал Совсем Ну Как Недавно Зимой Пожал С 110 На Два Раза Сейчас Я Забавил Немножко Сейчас У меня Рабочий вес Где-то Под 75 Вот Сейчас Думаю На раз Может Сотку Максим На раз И то Со трудом Сейчас Я немножко На зал Забил Так как Лето Я был на море И проще Сейчас Я стараюсь В этот Процесс Вернуться И так сказать Восстановиться Селинейка Топ 1 Фрешка Да Кстати Помню Солинейдж И кстати В свое время Еще Тион Пвп Был Довольно Неплохой Сервер И Также Я об этом Буду говорить Постоянно То что Для меня Лично Топовые Все серверы Если мы Берем Миддлрейд Это Лостворд И Оверлорд И эти Теги Замечательные Которые там Были Глобал Армия Шадос Бэт Авангард Росса Рфанс И многие Другие Вот это Было Охренное Время Глобал Мовики Зала Как Гайда Делать Ваши Харники Гайда Вы Меня Видели Ешь Дрыщ Я Вешу Где-то Сегодня Встал На весы Весил Где-то 78 Типа Мой Средний Вес 78 Тир 80 Кг Да Это Конец Парни Это Конец Я Надеюсь Данный Разбор Вам Понравился Если Понравился Опять же Ставим Большие пальцы Вверх На ютубе И Скорее всего Завтра Тоже Будет Такой же Разбор Также Пожелание Можете Оставлять Ваши Олимпиад Мойки За Танков Которые Вы бы Хотели Видеть Чтобы Я На стриме Разобрал Сейчас Скину Ссылочку На мою Вк Группу Вот Чтобы Если У вас Есть желание Можете Там Оставить Ссылку Под Постом Вот Скину И На Ютуб И На Твичи Давай Теперь Идем Плавно К